Набираем полторы тысячи лайков и я сразу сажусь записывать новую серию. Всем привет дорогие подписчики и зрители канала, с вами Локи, мы продолжаем карьеру за Джека Ханта FIFA 23 на PS5. Огромное спасибо, ребята, вам за поддержку к прошлой серии, за ваши лайки и комментарии, продолжайте в том же духе. Ну а я буду продолжать радовать вас новыми роликами. Сегодня у нас серия стартует 1-8 финала Лиги Чемпионов, мы встречаемся с Ливеркузенским Байером, ну а также сегодня нас ждет игра с Интером в чемпионате и возможно матч полуфинала Кубка Италии против Ромы. Ну в общем, как обычно, непростые соперники, давайте тогда начинать потихоньку. Вы усадывайтесь поудобнее, наливайте себе чаек, берите печеньки, вкусняшки, прожимайте лайк, подписывайтесь на канал. Также не забывайте залетать в нашу телегу, ну и можете заглянуть на мой второй канал с прохождением, его название Фандом Лига, и все ссылочки есть в закрепленном комментарии. Вот они, стартовые составы, у нашей команды есть небольшая усталость, и, ребят, давайте тогда отправляться на игру. Нам достался непростой соперник из чемпионата Германии, я не скажу, что это самый сильный клуб, но вот РБ Лейпциг, Ливеркузенский Байер, это те команды, которые играют, знаете, с такой вот перчинкой, я бы так сказал, и могут действительно показать яркий, хороший футбол, вне зависимости от того, какой соперник против них на футбольном поле. Посмотрим, что у нас получится, у нашей команды в прошлой серии, к сожалению, были не совсем удачные матчи, мы уступили двум лидерам, можно сказать, они взяли у нас реванш во втором круге чемпионата, в Кубке Италии мы выиграли, но, ребята, соперник нам был не самый серьезный. Нужно вернуть четыре раза мяч себе, отдать один гол или забить, забить один гол или отдать одну голевую, ну а также получить оценочку не ниже восьми с половиной. Байер развел мяч с центра, пока что не особо сильно они несутся в атаку, да и мы особо сильно пока не встречаем. Сегодня там Ясу у нас вышел с первых минут, поможем в центре, Хантер, давайте пока прочувствуем мяч, не будем сильно торопиться. Кеза, Хантер, передача во фланг, можно сыграть центр, и вот здесь классная передача на Влаховича, Влахович, Хантер, и Калушевский не успевает к этому, ребята, рикошету, но там сложно было успеть, мне кажется, он просто не ожидал, что мяч вот так вот может отскочить, а здесь Асимьен навязывает неплохой прессинг, неплохо разыграли, Камовинга, залетал в штрафную, но его сдержали, у нас 14 минут, такие пару мелких подходов были уже к штрафной соперника, но до опасных ударов пока дело не дошло. Был полумомент у Хантера, на который не откликнулся Калушевский, а вот уже дальний удар по нашим воротам. Классная передача, и вот сейчас Хантер набирает скорость, пас на Калушевский, ну же забить! Калушевский забивает гол, здорово, Хантер стянул на себя соперника, но в этот момент Калушевский успел выскочить. Из-за спин защитников получил классную передачу от Хантера, и счет становится 1-0. И вот кто в комментариях постоянно рассказывает о том, что Хантер жадничает, Хантер не помогает команде, Хантер играет на какой-то своей волне. Ребята, мы лучший ассистент в этой команде. Чаще всего в тех клубах, где мы были, мы были всегда лучшими. Я имею в виду по игре нашего игрока в этих клубах, конечно же, и либо мы забивали много, либо мы много отдавали. И когда мне говорят, что я там не возвращаюсь в оборону, я просто бью из-за пределов штрафной постоянно и больше ничего не делаю. Тогда откуда передачи? Откуда, ребята, эти передачи, если мы только бьем из-за пределов штрафной? Ну вот пока наша команда играет очень неплохо. Посмотрите, мы сильно не выбегаем на соперника, но при этом стараемся сдерживать позиции. Хантер! Здесь нужно аккуратно, чтобы пенальти не было, случайно не сбить соперника. Хорошо. Выходим из-под прессинга. Хантер Влахович. Передача дальше. Камовинга. Какая передача на Калушевский! И вот если бы он сразу пробил, Байер начинает поддавливать. После того, как они пропустили, они довольно агрессивно пошли в прессинг. У нас 38-я минута, пока, ребят, по-прежнему 1-0. Есть у меня черикошит. Это Камовинга выключился. Он просто, ребята, выключился из эпизода. К Хантеру попадает мяч в живот. Нет никакого нарушения, нет игры рукой. Дальний выстрел, а Нана в порядке. Ну и нужно спокойно, мне кажется, докатывать первый тайм. Особо не торопиться. Один гол мы забили. Дальше будем смотреть, что будет ждать нас во втором тайме. Тем временем, друзья, в параллельном матче играет ПСЖ и Ливерпуль. Ливерпуль выигрывает 2-0 на выезде. Ну а ПСЖ пока что, ребята, ничего не может сделать. У нас 1-0. Было еще пара неплохих моментов. Ой-ой-ой, Хантеру-то дали по ногам сзади. Арбитр посчитал, что в рамках правил все. Нужно чуть-чуть быстрее действовать. Ну вот я замечаю, что у Хантера еще не самая лучшая форма после того, как он после травмы прибыл. Опасный розыгрыш. Отбились. Калушевский. Не догонит он здесь мяч. И Хантеру нужно возвращаться. Вот пытался, пытался я сейчас забежать, ребята. Но, к сожалению, Калушевский до мяча не добрался. И уже нужно возвращаться. Удар поворотом Камовинга. Влахович. Опасный выход. А Нана пропускает. Вот сейчас кто-то мне скажет снова, что я не пошел помогать. Но, знаете, ребят, тут есть в игре одна такая кнопочка, зажимая которую, моего футболиста выставляют по той позиции, на которой он должен находиться в момент обороны или в момент атаки. И вот именно здесь Хантер должен был находиться во время этой атаки. То есть практически на подходе к штрафной. В тот момент, когда Семьен бил по нашим воротам. А все почему? Потому что наш игрок, ребята, ЦАП. Не пришел ни Влахович, ни Калушевский, ни Кьеза, ни Хантер сейчас в оборону. Потому что это игроки атаки, которые должны разгонять. Еще одна атака. Прострел. А Нана спасает. Ну вот сейчас, ребят, сейчас вся команда у нас остановилась. Нужно постараться просто отбиться с углового и провести контратаку. Но не выходит пока. Еще один удар. А Нана спокоен. И сейчас чуть придержать мяч у себя. А Нана просто засылает его вперед, где мы даже не можем за него зацепиться. Камовинга, молодцом. Хантер. И тоже неточная передача. Но вот сейчас как-то поплыла немного команда. И Хантер пошел исправляться. Оборона. Оборона, ребята, стоит и смотрит. Ну вот что я могу сделать, ребята? Когда Оборона вот так вот не может встретить одного футболиста. Я не могу играть за всех и везде. Я всего лишь один игрок в команде. А один, как говорится, в поле не воин. Должна быть слаженность. И вот здесь Хантер навязывает прессинг. Но Оборона отпускает единственного игрока. Находящегося в штрафной. Он обыгрывает Оборону. И в итоге, ребята, Байер забивает. И снова Влахович. И гол, ребята. Вот здесь не стали мы лезть, просить передачу от Камовинги. Он увидел Влахович и счет становится равным. Ну и вот теперь в концовке нужно, ребята, прибавить. Ну и здесь Камовинга, молодец, разобрался и выдал классную передачу Влаховичу. Но и тот не подвел. Счет становится 2-2 и 10 минут до конца. Пьезо! Момент, удар! Из-под ноги защитника он пробивает. Ну и на этом, ребята, 2-2. Я говорил, что с этим соперником легко не будет. Тем более, когда мы приехали к ним в гости, все будет решаться в ответном матче. Ну и вот, ребята, давайте посмотрим на статистику наших игроков. А то вы всегда говорите, что Хантер худший. В этом матче Хантер по рейтингу на втором месте после Влаховича, который, ребята, у нас еще и забил. При том, что Влахович нападающий. Ему с забитым голом явно насыпали больше рейтинга, чем нам с одной голевой. Ну и по итогу вот так вот вся команда сыграла, а не один Хантер. У нас сейчас игра против Сусуола. Я думаю, ее мы, ребята, просимулируем. Быстренько посмотрим, как игра завершилась. Это победа 3-0. Хьезо, Хантер и Влахович забили по голу. Наша команда продолжает лидировать в турнирной таблице. И сейчас у нас игра против Интера. Тоже одного из лидеров. Всего лишь 4 очка отставания у них так же, как и у Ромы. И это для нас очень такой важный матч, ребят. Играем на Сан-Сира. Не давайте смотреть. Вот они, стартовые составы команд. Поехали. У нас дождливая погода. Это Интер-Ювентус. Это еще одно серьезнейшее противостояние. Чемпионаты Италии. 27-й тур Сан-Сира. И мы, ребята, готовы биться. Да, сейчас получается у Хантера не все. Много критики в сторону его игры, в сторону игры Ювентуса. Но, ребята, мы должны с этим справиться. Не бывает так, что ты всегда показываешь идеальный футбол, забиваешь много голов, отдаешь много передач и команда побеждает. Бывают спады, бывают тяжелые моменты, где нужно, ребята, пытаться все исправить. Да, я не спорю, когда Хантер забивал классные голы из-за пределов штрафной, отдавал много голевых. В комментариях ребята все радовались и никто не писал, что что-то плохо. Но вот как только начались какие-то проблемы, небольшие провалы, сразу пошла критика с тем, что Хантер ничего не может, а вот так вот нам забивают. Четвертая минута. Интер буквально в первой атаке укладывает гол в наши ворота. Ну, может быть, сейчас хотя бы это как-то подстегнет нашу команду, но здесь шикарный выстрел получился у соперника. Под самую дальнюю штангу ни Анана, ни Оборона спасти не смогли. Это 1-0. И хозяева выходят вперед. Хантер, здорово, Камовинга, Влакович. Забросик на Калушевский. Но тот, мне кажется, не ожидал вообще в принципе такой передачи. Здорово. Пьезо, момент, удар 1-1. Ну вот тут мы дожали соперника. 13-я минута и команда разыграла очень здорово. А самое главное, что у нас получилось заставить соперника ошибиться. Хантер, Закария. Пьезо классно подрабатывает и тоже довольно непростым ударом поражает ворота Интера. Вот такое вот быстрое начало. 13-я минута. Команду уже обменялись завитыми голами. А это говорит лишь только о том, что, ребята, они настроены сегодня весьма-весьма серьезно. Хантер здорово разбирается с соперником. Влакович. А его удар заблокировали. Но мы тут же продолжаем атаку. Это Хантер разбирается с обороной. Передача. Влакович. Забить. И здесь вытаскивает вратарь. И снова, ребята, Хантер шикарно выдавал передачу Влаковичу. И тот шикарно исполнял. Аккуратно подкручивал в дальний угол. Но Пикфорд спас команду. Это Хантер. Ушел от одного соперника. Хантер. Передача дальше. Комовинга. Ну же, кати в центр на Влаковича. Нет, Калушевский не успел это сделать. Справились с атакой Интера. Но здесь тяжело отбиться. Хантер. Ну, нарушение же было, конечно. Но две хорошие команды встретились. Очень здорово играют. Как одни, так и другие. Хантер. Тут нужно Санчеша встречать. Забросик на фланг. Но там офсайт. А было красиво. Начинаются вторые 45 минут. Пока, ребята, тяжелая игра. Но она тяжелая для обеих команд. И у нас, и у Интера. Не так много получается. Обе команды пытаются что-то придумать. Хантер. Ждет забегания Кьезе. Снова Хантер. Влакович. Здорово открылся под передачу. Калушевский. Хантер. Удар. Вытаскивает Пикфорд. Какая передача, ребята. Вот здесь Хантер увидел забегание Кьезе. Это 2-1. И вот тут сыграли просто шикарно. И вот кто говорит, что Хантер постоянно не видит. И посмотрите здесь, как он увидел. Именно забегание Кьезе под удар. Получаем передачу от Калушевский. И здесь можно было сыграть на Влаковича. Но нет. Кьезе был в более выгодной позиции. Он делает дубль. Хантер оформляет голевую. Ну и мы наконец-таки выходим вперед. 2-1. Пошла, пошла. Игра. Здорово. Калушевский. Ух, какой моментище. Кьезе забивает свой 16-й гол. Передача в центр. Удар по воротам. Но она вообще ничего не отбивает, ребята. Это 2-2. 62-я минута. И посмотрите. Здесь, кстати говоря, момент так же похож, как и у нас. В моменте со вторым голом Кьезе. Такой же прострел под хороший удар. Не в итоге ничья. Кантер пытался накрыть Мартинеза. Ну а здесь уже наобороны стоит. Просто щелкает. Единственный футболист Интера в штрафной принимает мяч. И забивает. Пас на Хантера. Калушевский. Здорово. Ну и Влаковичу нужно забегать. Хантер. Это просто фантастика, ребята. Вот здесь. Вот оно мастерство цапочки. Цапника. Цапочка, я хотел сказать. Вот здесь Хантер просто изумительно сыграл. Можно было бить, но был большой риск попасть в защитника. А Хантер, получив мяч на такой скорости, проскочил. Чуть-чуть подработал и выдал Кьезе под хэт-трик и под третий гол нашей команды. Ну вот здесь Хантер уже, ребята, действительно помогает. Может быть, в обороне не все так гладко. Но и я, ребята, не защитник. Это 3-2. Это, ребята, 17-й гол Кьезе. Третий гол его сегодня. Передача за спину. Мартинес. Удар ножницами, ну хотя бы здесь Анана забрал. Забрал мяч в руки. Когда особенно ты их не просишь. Тяжеловато. Здесь рикошет. Анана еле-еле дотягивается. И 15 минут до конца. Райс поле покидает. Дюмфриз выходит вместо него. И сейчас Интер, ребята, пойдет ва-банк. Пошла подача. Наконец-таки Анана спасает. Опаснейший штрафной здесь мяч в руку. Одному из наших футболистов попал при ударе. Ренату Санчешу мяча. И Челха на глуху. Удар есть. Но слава богу, что, ребята, он пошел даже не в створ ворот. Бежать, бежать в оборону. Еще один угловой. И дает арбитр его разыграть. Переиграли полторы минуты. Кантер. На вынос. Арбитр, свистни. Арбитр не свистит. Арбитр, ребята, не свистит. Пенальти. Ну, конечно, конечно, куда без этого. Три с половиной минуты переиграна от добавленных. И здесь, ребята, пенальти. Просто FIFA нас затопило. Ну, какая, какая игра рукой. Но это сейчас будет гол Анана, чтобы он с пенальти отбил. Да, тем более, еще и удар Мартинеза. Ребята, это, конечно, печально. Но, надеемся и верим. Мартинез, разбег, удар. Нет, это гол. Это 3-3. Лаутара Мартинез сравнивает счет. Но, знаете, наверное, по игре я с этим счетом согласен. Все-таки обе команды сегодня были хороши. И ничья, наверное, это более справедливый результат. Но когда арбитр к трем добавленным добавляет еще три с половиной. И назначает пенальти, когда игрок отворачивается. Ну, здесь есть сомнения в профессионализме такого арбитра. Мы, ребята, отправляемся в Кубок Италии. По итогу матча с Интером мы стали лучшим игроком. Получили награду. Но, к сожалению, эта награда немножко смазалась вот этим вот пенальти этой ничейной игрой. И, к сожалению, потерянными двумя очками. Сейчас у нас полуфинал Кубка Италии. Здесь мы встречаемся с Ромой, которой не так давно мы уступили в чемпионате. Мы можем сейчас поворотся. Команды примерно равны по силам. Ну и давайте тогда начинать. Усталость сейчас есть у обеих команд. И мы играем дома. Так что должны постараться все-таки выиграть, порадовать зрителей. Но в последних матчах, к сожалению, у нашей команды не все получается. Пьезо, даже оформив хэт-трик, и Хантер, который раздавал голевые передачи, так и не смогли помочь команде выиграть. Не с Ливеркузенским Байером в Лиге Чемпионов, не в матче против Интера. Ну, в матче против Интера, честно, мне кажется, это, вы знаете, ну, когда бывает какая-то полоса черная. Ну, вот здесь она реально сыграла, потому что пенальти, добавленные на шестой с половиной минуте, это, мне кажется, очень и очень странно. Нам нужно совершить четыре перехвата, не проиграть в этом матче и получить оценку не ниже восьми с половиной. Я, кстати говоря, не знаю, как играется Кубок Италии в полуфинале. Два ли здесь матча или один. Посмотрим. Ждем забегания Кьезы. Кьезы открылся. Здорово. Кантер. Ну же, Влахович. И голкипер спасает. Удар Калушевский. И снова голкипер Ромы. И вот самое обидное, что в таких моментах Анана бы у нас уже пропустил с первого удара. А здесь голкипер вытаскивает удар за ударом. Кантер. Пенальти. Пенальти, ребята. Вот здесь уже мы зарабатываем одиннадцатиметровый. После удара Хантера Арбитр указывает на точку. И сейчас к мячу подходит Влахович. Он тоже у нас в последнее время не часто забивает. Но это его шанс. Десятая минута. Болельщики хватаются за голову. Влахович берет разбег, бьет поворотом и забивает. Один ноль. Ну вот и Влаховичу важно было забить сейчас, потому что в последние разы он не всегда забивал в нужный момент. К сожалению, после его незабитых пенальти в нашей команде частенько не получалось выиграть. Но здесь он точен. Он перехитрил голкипера Ромы. Тот уже немножко завалился в противоположный угол. Это один ноль. Это Влахович. Десятая минута. Его второй гол в трех играх кубка. Хантер. Хантер. Дал пройти сопернику. Но хотя бы здесь успели накрыть. Калушевский. Закаре. Хантер. Он видит забегание Кьеза. И Кьеза здорово забегает за спину. Кьеза скидывает в центр. Но мяч не доходит до Влаховича. Игра начинает обретать уже такие встречные курсы без центра поля. У нас середина первого тайма. 26 минут позади. Закаре. Вроде бы и выбил мяч из-под ноги. Но после он скакивает к футболисту Ромы. Опасный пас в центр. Скидка. Она нас спасает, ребята. Это был, мне кажется, стопроцентный момент Ромы. Давайте Хантер будет 19-го номера держать. Передача в центр. Как же сейчас они поддавили, ребята. Как они сейчас поддавили. Передача в центр. Отбились. Но снова недалеко. А вот здесь здорово. И хватит ли времени на контратаку, Хантер? Убрал соперника. Передача на Влаховича во фланг. Харбитер. Дай нам довести атаку. Геза. Удар. Но он попытался головой пробить. Это, ребята, 1-0. Пока что единственный гол, завитый с пенальти Влаховичем, является победный в этом матче. Но играть еще целый тайм. У нас начинаются вторые 45 минут. Пока что, ребята, мы впереди. 1-0. По ударам. 6-5 в нашу пользу. Но, как мы видим, игра довольно интересная. И Рома тоже много создает моментов. Вот сейчас они залетают в нашу штрафную. Хантер. Давай, давай, Кеза, забегай. Калушевский. Влахович. Камовинга. И что там офсайт? Ну вот только показалось, что что-то интересное вырисовывается в этой комбинации. Как здесь нога Влаховича оказалась в положении вне игры. 60-я минута. Новая атака. Рома. Куда вышла Нана? Ну куда ты бежишь? Ну вот что, ребят, я должен с этим делать? Когда вот так вот играет наша оборона. И просто галкипер куда-то с ворот побежал. Ну вот здесь. Куда? Куда он убежал? Сначала вперед. Потом понял, что удар летит в бок. Не знаю. С Ананой очень странные вещи творятся. При этом галкипер соперника отражает частенько очень классные удары. И с этим ничего нельзя поделать. Давайте, ребята, давайте попробуем. Хантер. Хантер. Эх, заскочил в штрафную. Но вот иногда на этом длинном пробросе не всегда успеваешь остановить. Мяч. Хантер. Здорово. Ну хотя бы здесь. Камовинга. Передача в центр. Забей. Зачем? Зачем эти пасы? Ну вот, ребята, посмотрите, как играет команда. И вы мне пишите в комментариях о том, что мне нужно что-то менять в своей игре. Я и так стараюсь в каждом матче, как и всегда. Но если иногда партнеры не могут сделать то, что от них требуется, что я должен с этим делать. Я играю не за клуб. Я играю за одного игрока. Хантер пока берет игру на себя. Хантер. Удар Хантера. Вот так вот, ребята. Вот игра Хантера, которая должна быть в команде. И здесь, к сожалению, я не знал, кому сделать передачу. И решил пробить. Была свободная зона. Ну и Хантер шикарно попадает из-за пределов штрафной. Это 2-1. Можно было вот здесь попытаться накатить Калушевский. Но не факт, что эта передача бы до него дошла, и ему удобно было бы бить. Это 2-1. Это 80-я минута. Хантер взял игру на себя. Рейтинг 8,2. Ну а вот теперь нужно попытаться уже всей командой как следует сыграть в обороне. Здесь офсайд. Хорошо. И Хантер аплодирует своим партнерам, потому как, ребята, они создали это положение вне игры. Влакович. Хорошо. Хотя бы на угловое. Вот теперь главное отбиться. Здесь уже все аплодируют. Здесь уже голкипер. Ромы в штрафной. Друзья, звучит финальный звездок. Это победа 2-1. Тяжелый матч в последних сериях. Все соперники достаются нам непростые. Матчи складываются очень сложно. Но здесь мы приложили максимум. Да, где-то, может быть, не получилось. В командной игре Хантер взял игру на себя и забил этот победный мяч. Не знаю, сразу ли мы выходим в финал или нет. Либо будет еще ответ на игра. Но, тем не менее, спасибо вам за поддержку, ребята, к этой серии. Не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на канал. Ну, а с вами был Локи. Еще увидимся. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok